Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, крупнейший учебно-научно-методический центр педагогического образования Республики, перешагнул столетний рубеж своей истории. Прошел первый в новом столетии для университета учебный год. Он был насыщен яркими, интересными и значимыми событиями. Давайте вместе перелистаем страницы этого года. Главным событием стало посещение университета главой государства 21 ноября 2014 года, в день столетнего юбилея БГПУ. Президент провел трехчасовую встречу-семинар со студентами, преподавателями и молодыми учителями-выпускниками БГПУ о роли учителя в современном обществе. Результатом этой встречи явился протокол поручения президента Республики Беларусь по совершенствованию педагогического образования, повышению престижа педагогической профессии. Во исполнении протокола поручений в БГПУ разработана и утверждена Министерством образования концепция развития педагогического образования на 2015-2020 годы. Это позволит к 2020 году создать эффективную непрерывную систему педобразования от педагогических классов до дополнительного образования педагогов. Создана и реализуется кластерная модель непрерывного педагогического образования, объединяющая потенциалы субъектов на основе социального партнерства. Обновляется учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. По новым образовательным стандартам в 2014-2015 учебном году было разработано 230 новых учебно-методических комплексов. Внедрены также 43 учебно-методических комплексы для специальности магистратуры. Создается единая информационно-образовательная среда. Внедрено в образовательную деятельность современное компьютерное и цифровое оборудование. Количество интерактивных досок увеличилось в полтора раза. Документ камер в 8 раз. Планшетов справочно-информационных терминалов в 3 раза. Система объединит все учебные корпуса и общежития. Создан Банк открытых информационных ресурсов, репозиторий БГПУ, который сегодня насчитывает около 6 тысяч записей. Его рейтинг вырос за 2015 год на 19 позиций. Реализован проект «Виртуальная школа БГПУ» совместно со Сбербанком России, включающий сетевые комплекты цифровых инструментов и ресурсов для проведения интерактивных занятий по биологии, математике, физике и химии. Сотрудники университета выполняли 9 научных программ различного уровня. Завершено выполнение 27 научно-исследовательских работ, результаты которых внедрены в образовательный процесс. Опубликовано более 2 тысяч научных работ. Свыше 2 тысяч 500 студентов дневной формы получения образования, более 40% от общего числа, приняли активное участие в научно-исследовательских работах, а также количество студенческих научно-исследовательских лабораторий увеличилось в полтора раза, с 23 до 35. К столетию БГПУ открыта скульптурная композиция «Учительница 1-я моя», которая стала символом БГПУ. Создан гимн БГПУ и записан в исполнении Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Цитовича. Открыт зал редкой книги, в котором около 7 тысяч ценных изданий, начиная с 1752 года. К столетию университета были проведены конкурсы на лучший видеоролик и сочинения о труде учителя. Созданный диск с лучшими видеороликами и сборник лучших сочинений школьников, которые разосланы в школы страны. Прошел велопробег 100 километров к столетию БГПУ в рамках молодежного проекта «Будущие педагоги за здоровый образ жизни», в котором приняли участие, кроме студентов университета, школьники города Минска. Состоялся юбилейный 50-й интернациональный звездный поход, посвященный 70-летию Великой Победы, во время которого состоялась закладка капсулы с посланием к будущим потомкам, участникам похода 2045 года к столетию Великой Победы, а также и ряд других мероприятий. Прошедший год был отмечен высокими достижениями студентов, аспирантов профессорско-преподавательского состава. Впервые аспиранты университета приняли участие и стали победителями Международной научной олимпиады по педагогике в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Стипендии президента Республики Беларусь получили 9 аспирантов. 12 аспирантам выделены гранты Министерства образования на выполнение научно-исследовательских работ. Лучшие студенты БГПУ получили 53 персональные стипендии, из которых 13 стипендий президента Республики Беларусь. На 21-м республиканском конкурсе научных работ студентов из 53 представленных университетом работ 50 получили награды, два магистранта стали лауреатами, 36 работам присвоена первая и вторая категория, 12 работам – третья. В 2015 году стипендии президента Республики Беларусь назначены 6 аспирантам БГПУ, в три раза больше прошлогоднего. Все они уже готовы защитить кандидатские диссертации в декабре 2015-го, феврале 2016-го года. Сборная команда КВН-университета «Лучшие друзья» вышла в 1-4 финала Высшей лиги Международного союза КВН. Наши студенты завоевали 6 медалей чемпионатов мира и Европы по различным видам спорта. Созданная в этом году команда БГПУ по пляжному футболу заняла третье место в чемпионате Беларуси, а также стартовала в чемпионате Республики и созданная женская команда БГПУ по волейболу. Усиливается практико-ориентированная подготовка будущих учителей. Педагогическая практика студентов становится непрерывной. На физико-математическом факультете и факультете естествознания проведен эксперимент по организации педагогической практики для студентов второго курса. В нынешнем учебном году такой же эксперимент будет осуществлен на всех факультетах, у которых не была предусмотрена педагогическая практика со второго курса. С первого курса для всех студентов вводится волонтерская деятельность, которая становится одним из видов педагогической практики. Более тысячи наших студентов участвовало в работе 12 волонтерских клубов и объединений, которые работали на базе 30 учреждений и организаций города Минска и Минской области. Лучшим педагогическим отрядом города Минска стал отряд БГПУ «Дети столицы». По инициативе БГПУ в стране открыто более 100 профильных классов педагогической направленности, в которых обучается свыше полторы тысячи детей. Планируется, что их выпускники будут поступать на педагогические специальности без вступительных испытаний. В 2015 году, который в Республике Беларусь объявлен Годом молодежи, начата реализация ряда студенческих проектов. В рамках реализации проекта «Будущие педагоги за здоровый образ жизни» прошел плавательный марафон на Кубок БГПУ среди учащихся детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва. Состоялся спортивный праздник «Старт поколений» с участием студентов, преподавателей университета, учащихся средней школы номер 30 города Минска и гимназии номер 20 города Минска, а также воспитанников дошкольных учреждений и их родителей. Получило развитие культурное сотрудничество. БГПУ заключил договор о сотрудничестве с Национальным академическим большим театром оперы и балета и Национальным академическим театром имени Янки Купалы, спектакли в которых студенты посещают на льготных условиях. 1 и 2 сентября прошел спектакль «Павлинка» для первокурсников на сцене БГПУ. Со вступлением Республики Беларусь в баллонский процесс в БГПУ повышается роль студенческого самоуправления в учебной, научно-исследовательской и воспитательной сферах. Прошел семинар студенческого актива с участием руководства университета. Студенты БГПУ выступали с инициативой проведения благотворительной акции по сбору средств «Поможем детям хосписа», по итогам которой было собрано более 25 миллионов рублей. Правком студентов провел конкурс на лучшего отличника университета и на лучший косметический ремонт в общежитии. Также был проведен конкурс «Большая сцена БГПУ для первокурсников». Нынешняя приемная кампания отличалась высокой мотивированностью абитуриентов. В БГПУ поступили 132 медалиста и обладатели диплома с отличием, что почти на треть больше, чем в прошлом году. 270 выпускников лицеев и гимназий, что на 40% больше прошлогоднего. Была создана инициативная группа из числа студентов и преподавателей по повышению рейтинга университета в социальных сетях, которая вела более 20 групп. За год количество просмотров группы БГПУ имени Максима Танков в социальных сетях ВКонтакте превысило 600 тысяч. Видеоролики в социальных сетях YouTube пользователи просмотрели почти 50 тысяч раз. Расширяется международное сотрудничество БГПУ. Университет является активным членом Евразийской ассоциации университетов, ассоциации ректоров педагогических вузов Европы. БГПУ стал одним из учредителей ассоциации образования для устойчивого развития. Представители университета приняли участие в 12 съезде Евразийской ассоциации университетов, авторитетные и влиятельные международные организации, включающие 20 вузов мира, а также в проекте «Экспресс-ООН. 70 лет в Беларуси для целей устойчивого развития», организованном к 70-летнему юбилею основания Организации Объединенных Наций. Число иностранных граждан, обучающихся в университете, составило более 650 человек из 19 стран мира и выросло в полтора раза по сравнению с 2014 годом. Университет занимает первое место среди вузов страны по повышению экспорта образовательных услуг. Был проведен первый международный образовательный проект «Летняя школа-2015». В рамках проекта 20 студентов из Армянского педагогического университета посетили Беларусь, а 14 студентов из БГПУ посетили Армению. Участие в международных конференциях приняло более 350 преподавателей университета. Лекции в БГПУ причитали более 20 зарубежных лекторов из Италии, Франции, Украины, России и других государств. Существенно улучшена материальная база университета. БГПУ был передан новый стадион. Отремонтировано более 100 аудиторий и кабинетов. Оборудованы новым инвентарем спортивные и тренажерные залы в общежитиях, а также заменены окна. Приведена в порядок прилегающая территория. Таким образом, первый год нового столетия истории БГПУ ознаменовался рядом значимых событий. Благодаря совместным усилиям коллектива университета, преподавателей, сотрудников и студентов, БГПУ поднялся на новый уровень развития, закрепив за собой высокий авторитет ведущего педагогического вуза Республики Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok